Добрый день! Для некоторых параметров часто важно не их значение, а изменение, разность двух значений. Например, мы говорим «встретимся через два часа», и этого в определенных обстоятельствах нам достаточно. Будь сейчас полдень или пять часов вечера, до вашей встречи все равно пройдет ровно два часа. Также в кинематике мы обращались и с положением тела в пространстве. Нас часто интересует именно перемещение, то есть разность координат. Перемещение не зависит от того, где мы выбрали начало координат. Сегодня мы будем изучать энергию электрического поля. На уроке, посвященной закону сохранения энергии, мы говорили о произволе в выборе нулевого уровня энергии. Чаще всего нас интересуют ее изменения, которые происходят при совершении работы, а не абсолютное значение. Проведем аналогию с энергией гравитационного взаимодействия. Камень массы m, поднятый на высоту h, изменил свою потенциальную энергию на величину, равную mgh. Над ним была произведена работа величины mgh. И теперь, когда он скатится с горы, над ним совершит работу силы тяжести. Разница его потенциальной энергии на уровне 0 и на уровне h – это и есть mgh. То есть энергия единицы массы на высоте h равна gh. То есть gh – это приведенная к единице массы потенциальная энергия. Для любой массы m разница энергии на высоте 0 и h будет равна mgh. Величина gh, как мы видим, не зависит от массы тела и характеризует само гравитационное поле Земли. И равно работе по переносу массы на высоту h, деленной на эту массу. Ну а как же ввести аналог, приведенный на единицу массы, потенциальной энергии для электрического поля? Очень просто. На заряд q, находящийся в поле другого заряда q, закрепленного в некой точке пространства, будет действовать сила кулона f равно q на q делить на r квадрат. Пусть это будет сила отталкивания, то есть будем считать, что заряд одноименный. Эта сила может переместить заряд q, совершив при этом работу. Значит, система двух зарядов, находящихся на конечном расстоянии, обладает потенциальной энергией, зависящей от величины зарядов и от расстояния между ними. Рассмотрим величину, равную этой энергии, деленной на q. Эта величина уже не будет зависеть от заряда q и характеризует только поле заряда q большое. Эта величина – функция места в пространстве, называется потенциал поля. Разность потенциалов двух точек, умноженная на величину заряда q, равна работе, необходимой для перемещения этого заряда в поле. То есть разность потенциалов двух точек поля – это работа по перемещению единичного заряда. Как и в поле сил тяжести, эта работа не зависит от пути и является функцией только начальной и конечной точек. Такое поле называют консервативным. Оно консервируется, сохраняет свое значение при изменении пути. В курсе динамики мы изучали такие поля. Мы уже говорили, что энергия – величина, требующая для измерения задания начала отчета. Так в поле гравитации мы можем считать нулевой потенциальную энергию тела, находящегося на уровне моря. Тогда изменения потенциальной энергии будут пропорциональны высоте над уровнем моря. То есть для численного определения энергии нужно задать некую точку отчета. В случае поля, создаваемого зарядом, естественно, считать нулевой потенциальной энергией некого заряда, находящегося в поле, его энергию на бесконечном удалении от заряда, в поле которого он находится. Это точка отчета для потенциальной энергии поля заряда. Потенциал поля в данной точке равен работе по перемещению единичного заряда из этой точки на бесконечность. Давайте найдем работу силы электростатического взаимодействия по перемещению заряда, а также потенциал поля как функцию координат. Перед нами поставлена задача. Положительный заряд Q находится на расстоянии R1 от положительного заряда Q. Какую работу совершит электрическое поле при перемещении заряда Q вдоль радиуса в точку, отдаленную на R2, которая больше чем R1, от Q? Давайте решим эту задачу в два шага. Мы можем находить работу, воспользовавшись определением работы. По определению работа равна силе, умноженной на перемещение. А равно F умножить на R2 минус R1 и умножить на косинус α. В данном случае действует сила электрического взаимодействия. По закону Кулона она будет равна F равно K. Q большая умножить на Q маленькая и делить на R в квадрате. Сила и перемещение в нашем случае сонаправлены. Угол α будет равен нулю. И тогда выражение для работы можно записать в следующем виде. А равно F умножить на R2 минус R1. Так мы можем находить работу для случая, когда сила постоянно. Здесь же сила изменяется по мере отдаления заряда. С подобной проблемой мы сталкивались на уроке, посвященном равноускоренному движению в кинематике. Обозначим перемещение заряда буквой H. H равно R2 минус R1. По мере перемещения заряда Q маленькая, сила изменяется. Но на достаточно малом сравнении с расстоянием до заряда Q большой отрезке, мы можем считать силу постоянной. А работу постоянной силы мы находить уже умеем. Работа, совершаемая силой кулона на таком малом отрезке, который мы обозначим буквой H маленькая, будет равна F умножить на H маленькая. где F можно принять постоянной на всем отрезке. Тогда работа при перемещении на расстояние H большое будет равна сумме работ на N участках, где N это H большое делить на H маленькое. на каждом из которых сила кулона постоянно и равна следующей величине. Для каждого участка с номером I сила кулона с номером I будет равна K умножить на Q большое на Q маленькое, делить на R1 плюс и умножить на H. И все это в квадрате. Это будет расстояние до этой точки. В итоге эта сумма будет равна A равно K Q большое на Q маленькое делить на R1 минус K Q большое на Q маленькое делить на R2. Подробный вывод этой формулы вы можете проследить в ответвлении. Мы знаем, что работа связана с энергией. Система обладает энергией, если силы, возникающие в ней, могут выполнить работу. В нашем случае это силы электрического взаимодействия системы заряда. Работа равна уменьшению потенциальной энергии. Чем больше работа уже выполнена, тем меньше возможности выполнить ее еще. В соответствии с этим A1,2 будет равно минус дельта W потенциальная и все это будет равно потенциальная энергия 1 минус потенциальная энергия 2. Теперь давайте сравним это с выражением для работы, которое мы только что вывели. А равно К К на К делить на R1 минус К на К делить на R2. Отсюда можно сделать вывод, что вот эта самая величина К на К делить на R это и есть потенциальная энергия взаимодействия двух зарядов. Формулу для которой полезно запомнить. Ранее мы приняли, что потенциальная энергия заряда отдаленного от источника электрического поля на бесконечность будет равна нулю. Давайте посмотрим на полученную формулу. Wp равно К Q умножить на К делить на R. Действительно, Wp будет равна нулю на бесконечном отдалении от заряда К так как К умножить на К делить на R будет стремиться к нулю при R стремящемся к бесконечности. Рассмотрим, как полученный результат соотносится с нашей моделью, в которой мы обозначили разноименные заряды знаками плюс и минус. Если заряды одноименные, то потенциальная энергия взаимодействия будет положительной. К Q умножить на Q делить на R будет больше нуля. Система всегда стремится к состоянию с наименьшей потенциальной энергией. Вспомните камень, который находится на некоторой высоте H над поверхностью Земли. Ведь предоставленный сам себе он будет падать вниз, то есть уменьшать свою высоту, а вместе с ней и потенциальную энергию, MGH. Или деформированная пружина, предоставленная самой себе, будет стремиться к состоянию с нулевой деформацией и соответственно нулевой потенциальной энергией. Напомню, для пружины она находится по формуле КХ квадрат пополам. И действительно, заряды будут отталкиваться, и сила электрического взаимодействия будет вызывать перемещение заряда на большее расстояние R. Потенциальная энергия К Q умножить на Q делить на R будет уменьшаться. Если заряды разноименные, то потенциальная энергия взаимодействия К умножить на Q делить на R имеет знак минус. Заряды притягиваются, и сила их взаимодействия вызывает перемещение заряда на меньшее расстояние R. Потенциальная энергия минус К Q на Q делить на R уменьшится. Энергия заряда Q маленькая, поле заряда Q большое, которая равна К умножить на Q маленькое и делить на R зависит от величин обоих зарядов и Q маленькое, и Q большое. Ну а характеристика поля, созданного зарядом Q, естественно, не должна зависеть от величины помещенного у него заряда, то есть от Q маленькой. Поэтому давайте разделим WP на Q маленькое. Получим WP делить на Q маленькое, и эта величина называется потенциалом электрического поля и обозначается буквой Φ. Эта характеристика поля показывает, какой энергией обладает положительный заряд, помещенный в данную точку поля. Как и энергия, потенциал – это скалярная величина. Измеряется он в вольтах. В нашем случае потенциал Φ равен WP делить на Q и равен KQ большое делить на R. Это потенциал поля точечного заряда. Точка отсчета потенциалов в нашем случае естественным образом является бесконечно отдаленной точкой. В зависимости от задачи, точкой отсчета выбирают также потенциал поверхности Земли, потенциал отрицательно заряженной пластины конденсатора или потенциал любой другой точки, удобный в каждом конкретном случае. Таким образом, пользуясь определением потенциала, можно вычислить потенциальную энергию заряда, находящегося в поле. WP равно Φ умножить на Q. И работу поля по перемещению заряда из точки с потенциалом Φ1 в точку с потенциалом Φ2. Такая работа будет равна разность Φ1 минус Φ2 умножить на Q. Электрическое поле является консервативным. Его работа не зависит от траектории движения заряда, а зависит только от перемещения. Заряд всегда распределен на каком-то теле, имеющем протяженность. На расстояниях много больших размеров тела поле слабо зависит от объема и формы этого тела, и поэтому модели точечного заряда будет вполне достаточно. Рассмотрим потенциал заряженного металлического шара радиусом R зарядом Q. Когда мы рассматривали напряженность электрического поля заряженного шара, мы считали, что на расстоянии R больше чем R, то есть вне шара, он создает такое же поле, как и точечный заряд Q, расположенный в центре шара. И это можно легко доказать, используя инструменты математического анализа. Потенциал поля при расстоянии R больше чем R, также эквивалентен потенциалу поля точечного заряда. Внутри же шара потенциал во всех точках одинаковый и равен потенциалу на поверхности шара. Фи 0 равно KQ делить на R большое, то есть здесь R большое это радиус шара. Потенциал подчиняется принципу суперпозиции. При наличии нескольких источников поля складываются как векторы напряженности поля, так и потенциалы. Фи равно Фи 1 плюс Фи 2 плюс Фи 3 и так далее. Давайте решим задачу. Найдите потенциал электрического поля в точке А, которая находится на расстоянии R от одного из двух одноименных зарядов Q, как показано на рисунке. Расстояние между зарядами равно R большое. Теперь приступим к решению задачи. Потенциал поля точечного заряда мы можем легко найти по формуле. Фи равно KQ делить на R. Расстояние от второго заряда до точки А мы сможем вычислить по теореме Пифагора. Тогда потенциалы полей, созданных зарядами в точке А будут равны. Фи 1 будет равен KQ делить на R и Фи 2 будет равен KQ делить на корень из R квадрат плюс R большое квадрат. Ну и по принципу суперпозиции потенциал в точке А суммарный будет равен сумме Фи 1 и Фи 2. Запишем это. Фи А равно Фи 1 плюс Фи 2 и равно КQ делить на корень из R квадрат плюс R большое квадрат. Подведем краткие итоги. Для решения задач на энергию и потенциал электрического поля нужно знать Формулу для вычисления потенциальной энергии взаимодействия электрических зарядов. Определение потенциала как энергетической характеристики поля. Потенциал поля точечного заряда. И принцип суперпозиции. Понимать, что потенциал это энергетическая характеристика поля. Он не зависит от смещенного в поле заряда. Электрическое поле консервативно. Его работа по перемещению заряда зависит лишь от начальной и конечной точки. И не зависит от траектории движения. В одной из предыдущих задач мы нашли работу силы, с которой поле воздействует на электрический заряд. Мы ее записали как А равно WP1 минус WP2 равно Φ1Q минус Φ2Q и равно в скобках Φ1 минус Φ2 умножить на Q. То есть работа поля равна разности потенциалов, умноженной на перемещенный заряд. Применение разности потенциалов удобно тем, что она не зависит от выбора нулевого уровня. Зная ее, мы легко находим работу поля при перемещении заряда из одной точки в другую. И нам часто нужно знать именно ее, а не работу по перемещению заряда, например, на бесконечность. Поэтому ввели величину напряжения, которая является разностью потенциалов и обозначается буквой У. У равно Φ1 минус Φ2 или равно А делить на Q. Напряжение – это разность значений потенциала в начальной и конечной точках траектории. Численно оно равно работе электростатического поля при перемещении единичного положительного заряда из какой-то начальной точки с потенциалом Φ1 в какую-либо другую конечную точку с потенциалом Φ2. Измеряется, как и потенциал, в вольтах. Давайте решим следующую задачу. Заряд Q движется в поле двух зарядов – Q1 и Q2, которые находятся на расстоянии R большое друг от друга. Найдите работу, выполненную при перемещении заряда Q из точки А в точку В, если R больше, чем R большое. Перейдем к решению. Мы могли бы находить работу как силу, умноженную на перемещение. Но такое решение было бы очень сложно, ведь в каждой точке сила, действующая на заряд Q по принципу суперпозиции, равняется векторной сумме сил со стороны зарядов Q1 и Q2. Причем в каждой точке менялось бы как абсолютное значение силы, так и ее направление. Поэтому давайте применим рассмотренный сегодня более простой способ и запишем работу из определения разности потенциалов. В точках А и В потенциал будет равен сумме потенциалов первого и второго заряда в этих точках. Давайте запишем это. Фи А будет равен Фи 1 А плюс Фи 2 А. Фи В будет равен Фи 1 В плюс Фи 2 В. Теперь подставим сюда значение и запишем это в следующем виде. ККУ1 делить на R плюс ККУ2 делить на R 2А. А потенциал в точке В будет равен ККУ1 делить на R плюс ККУ2 делить на R. Теперь давайте применим теорему Пифагора и запишем выражение для R2А. Оно будет равно квадратному корню из R маленькое в квадрате плюс R большое в квадрате. Таким образом мы получили систему уравнений, которую остается только решить. Давайте решим еще одну задачу. Металлический шар установлен на тонком проводящем стержне, соединяющем его с землей. Шар окружен незаряженной металлической сферой радиусом R2 равным 10 см. Изолированный от земли. Центр сферы совпадает с центром шара. При передаче в сфере электрического заряда КУ, который равен 2 на 10 минус 9 кулон, между шаром и сферой возникла разность потенциала. Дельта Фи, которая равна Фи сферы минус Фи шара и равна 90 вольт. Определите радиус шара R маленькая. Приступим к решению задачи. По условию разность потенциалов между шарой и сферой равна. Дельта Фи равно Фи сферы минус Фи шара. Мы знаем, что внутри шара или сферы потенциал одинаков во всех точках. И потенциал шара был бы равен потенциалу сферы. Но по условию шар соединен с землей, а ее потенциал равен нулю. Поэтому шар приобретет некий заряд, противоположный по знаку заряду сферы. И тогда по принципу суперпозиции потенциалы шара и сферы будут соответственно равны. Фи шара равно Ку шара, это как раз и есть тот заряд, который он приобретет, делить на R, плюс Ку делить на R2. И Фи сферы будет равен Ку шара делить на R2, плюс Ку делить на R2. При этом, так как шар соединен с землей, его потенциал будет равен нулю. Соответственно, мы получили систему уравнений и нам остается только решить ее и получить искомый ответ. Давайте подведем промежуточные итоги. Для решения задач, подобных рассмотренным, нам необходимо Знать определение потенциала как энергетической характеристики поля. Физический смысл разности потенциала в двух точках. Напомню, это работа, которая выполняет сила электрического взаимодействия при перемещении единичного положительного заряда между этими точками. Принцип суперпозиции. Уметь. Применять определение потенциала. Учитывать все источники поля, создающие электрическое поле данной точки. Потенциал поля точечного заряда, φ, в данной точке равен kq делить на r. Как мы видим из выражения, он зависит только от значения заряда, источника поля и расстояния данной точки до него. На заданном расстоянии r1 от заряда лежит множество точек, образующих сферу радиусом r1 и имеющих одинаковый потенциал, φ1 равный kq делить на r1. Такие поверхности, все точки которых имеют один и тот же потенциал, называются эквипотенциальными. Очевидно, что разность потенциалов между точками, принадлежащими одной эквипотенциальной поверхности, будет равна нулю. Δφ равно нулю. Ну, значит и работа по переносу заряда между точками одной эквипотенциальной поверхности будет также равна нулю. a равно Δφ на q равно нулю. Из механики мы помним, что работа силы равна нулю, если перемещение перпендикулярно силе, потому что работа по формуле из механики равна А равно F на S на косинус альфа, и при альфа, равном 90 градусах, его косинус будет равен нулю. Сила, действующая на заряд в электрическом поле, направлена вдоль линии напряженности. Для поля точечного заряда линии напряженности направлены вдоль радиуса окружности с зарядом в центре. Эквипотенциальные поверхности представляют собой сферы с зарядом в центре, а радиус, как вы помните, всегда перпендикулярен поверхности сферы. То есть условие, что сила перпендикулярна перемещению, здесь тоже выполняется. Эквипотенциальная поверхность в любой точке перпендикулярна линиям напряженности поля. Для поля двух зарядов эквипотенциальные поверхности будут, естественно, отличаться от сферы. Строим их по тому же принципу. Эквипотенциальная поверхность в любой точке перпендикулярна линиям напряженности поля. Вид эквипотенциальных поверхностей для одноименных и разноименных зарядов показан на рисунках. Также выполняется следующее правило. Вектор напряженности электрического поля направлен в сторону уменьшения потенциала. Его даже не нужно запоминать. Вектор напряженности электрического поля направлен в ту сторону, куда предположительно будет двигаться положительный заряд, если его поместить в данное поле. В то же время заряд будет двигаться в такое положение, в котором его потенциальная энергия будет меньше. Следовательно, вектор напряженности электрического поля направлен в сторону уменьшения потенциала. Мы рассмотрели электрическое поле точечного заряда. Рассмотрели его потенциальную энергию взаимодействия с помещенным в него зарядом. Рассмотрели потенциал поля в данной точке и разность потенциалов. На практике также часто работают с однородным электрическим полем. Однородным называют электрическое поле, в котором напряженность одинакова по модулю и направлению в любой точке пространства. Приблизительно однородным является электрическое поле между двумя разноименно заряженными плоскими металлическими пластинами. Линии напряженности однородного электрического поля, естественно, будут параллельны друг другу, так как направление поля постоянно. На заряд, помещенный в электрическое поле, действует сила, равная F равно Q на E, которая вызывает перемещение заряда, то есть выполняет работу по его перемещению. Давайте найдем эту работу. Итак, поле однородно, значит, на заряд действует постоянная сила. Можем применить формулу для работы из механики. А равно F на S на косинус альфа равно Q на E на S на косинус альфа. Сегодня мы ввели энергетическую характеристику электрического поля – потенциал. Работа выражается через разность потенциалов. А равно Q умножить на разность F1, F2. Остановимся подробнее на потенциалах электрического поля. Не скажу ничего нового. Работа электрического поля при перемещении заряда из точки 1 в точку 2 с одинаковыми потенциалами будет равна нулю. Такие точки образуют эквипотенциальную поверхность. Нулевой уровень, относительно которого отсчитывается потенциальная энергия и, соответственно, потенциал, может выбираться произвольно, исходя из удобства при решении какой-либо конкретной задачи. Так как же должен перемещаться заряд, чтобы работа по его перемещению равнялась нулю? Ответ перпендикулярно линиям напряженности электрического поля. То есть, эквипотенциальные поверхности в случае однородного электрического поля являются плоскостями, перпендикулярными вектору напряженности. И, переместившись из точки 1 в точку 2, заряд фактически перемещается с одной эквипотенциальной поверхности на другую. расстояние между которыми как раз равно d равно s на косинус альфа. То есть, помните, да, в формуле для работы это тоже было. Приравняв оба выражения для работы, которые мы записывали выше, получим a равно q на e на s на косинус альфа равно q на e на d и в то же время а равно q умножить на разность с этим согласуются полученный нами результат. Энергетическая характеристика поля, ведь мы помним, да, о связи работы и энергии, равна силовой характеристике поля на расстояние, на которое предположительно переместится помещенный в поле заряд. Давайте решим следующую задачу. Расстояние между двумя параллельными пластинами, которые имеют одинаковые по модулю заряды, одна положительная, вторая отрицательная, составляет 4a. Пробный положительный заряд сначала расположен на расстоянии а от положительно заряженной пластины, а затем перемещается в точку на расстоянии а от отрицательно заряженной пластины. Как изменится потенциальная энергия пробного заряда в электрическом поле пластин относительно отрицательно заряженной пластины? Давайте проанализируем условия. Рассматривается перемещение заряда в электрическом поле. Это поле создано параллельными пластинами, а значит его можно считать однородным. Уровень нулевой потенциальной энергии нам задан. Эквипотенциальная поверхность, потенциал которой равен нулю, отрицательно заряженная пластина. Перейдем к решению. По определению, потенциал φ — это отношение потенциальной энергии к заряду. Тогда мы можем записать выражение для потенциальной энергии. Она будет равна произведению заряда на потенциал. Поле является однородным, его напряженность между пластинами постоянно. Поэтому мы можем записать потенциал через напряженность. φ равно E умножить на D. D в данном случае — это расстояние от эквипотенциальной поверхности, то есть поверхности с потенциалом φ, до поверхности, потенциал которой принят за нулевой. Тогда потенциальная энергия заряда будет равна q умножить на E и умножить на D. Для нашей задачи потенциальная энергия в двух заданных положениях будет равна... Запишем ее для положения 1 и для положения 2. В положении 1 она будет равна q умножить на E умножить на 3A. В положении 2 она будет равна q умножить на E и умножить на A. Теперь давайте найдем отношение потенциальных энергий заряда в двух этих точках. то есть отношение потенциальной энергии в положении к 2 и в положении 1. Оно будет равно q на E на A делить на q на E на 3A и равно 1 третий. Мы получили ответ потенциальная энергия уменьшится в 3 раза. Применим полученные знания Применим полученные знания на практике. Обратим внимание еще раз на то, что изученный сегодня материал взаимосвязан с тем, что мы изучали ранее. В случае с силами, действующими на заряд в электрическом поле, выполняются законы Ньютона. Потенциальная энергия подчиняется закону сохранения энергии. Все это мы можем использовать при решении задач, как и раньше. Давайте решим еще одну задачу. Маленький шарик с зарядом Q и массой M, подвешенный на невесомой нити с коэффициентом упругости K, находится между вертикальными пластинами плоского воздушного конденсатора. Расстояние между оплатками конденсатора D. Какая разность потенциалов между оплатками конденсатора, если удлинение нити равно ΔL? Давайте проанализируем условия. В задаче описано неподвижное тело, на которое действует несколько сил. Поэтому мы будем применять второй закон Ньютона. На заряженный шарик, помещенный в электрическое поле, во-первых, действует сила со стороны этого поля, которая равна Q умножить на E, то есть заряд умножить на напряженность, а также силу тяжести и силу упругости со стороны нити. Напряженность однородного электрического поля связана с разностью потенциалов следующим соотношением. Давайте выберем систему координат. Очень удобно будет направить оси вдоль направления силы тяжести МЖ и силы, действующие со стороны электрического поля, как и показано на рисунке. Тогда, по второму закону Ньютона, мы сможем записать следующее соотношение. F, сила, действующая со стороны поля, плюс F, упругость, сила упругости, плюс силу тяжести МЖ. В сумме дадут 0, так как тело находится в равновесии. В проекциях на выбранные оси Х и У мы можем записать следующее соотношение. Сила со стороны электрического поля минус сила упругости на синус угла альфа равно 0. И МЖ минус сила упругости на косинус альфа равна 0. Соответственно, первое уравнение будет для оси Х, второе уравнение для оси У. По закону Гука, сила упругости по модулю равна К умножить на дельта Л. И, как мы говорили, анализируя условия для силы действующей со стороны электрического поля, мы можем записать следующее соотношение. Она равна Ке и одновременно равна К умножить на дельта Фи делить на Д. Подставив эти выражения для сил в первый закон Ньютона, записанный в проекциях на оси Х и У, получим следующую систему уравнений, решив которую найдем разность потенциалов. Давайте запишем эту систему. К умножить на дельта Фи деленное на Д минус К дельта Л на синус альфа равно 0. Это первое уравнение. И второе для оси У, МЖ минус К дельта Л на косинус альфа равно 0. Вот, решив эту систему, получим ответ. Давайте решим еще одну задачу. Отрицательно заряженная пластина, создающая вертикально направленное однородное электрическое поле напряженностью Е равной 10 четвертой вольт на метр, укреплена на горизонтальной плоскости. На нее с высоты H равной 10 сантиметров падает шарик массой M равной 20 грамм, имеющий положительный заряд Q, 10 в минус пятой степени кулон. Какой импульс шарик передаст пластине при абсолютно упругом ударе с ней? Давайте проанализируем условия задачи. В задаче идет речь об абсолютно упругом ударе и высоте, с которой что-то падает. Почти наверняка нам понадобится закон сохранения энергии. В системе действуют консервативные силы. Давайте посмотрим, какие превращения энергии здесь происходят. В момент падения шарик обладает потенциальной энергией в поле тяжести, относительно уровня пластины. Запишем соотношение для нее. Эта энергия будет равна MGH. И потенциальная энергия в электрическом поле, относительно той же пластины. Эта энергия будет равна Q на E на H. Эти две энергии составляют всю механическую энергию замокной системы, состоящую из шарика и пластины. В процессе падения обе потенциальные энергии постепенно переходят в кинетическую энергию, которая становится максимальной в момент падения шарика. Запишем выражение для кинетической энергии, которое мы помним из механики. Е генетическая равна MV квадрат пополам. Поскольку по закону сохранения энергии полная механическая энергия замокной системы остается неизменной, мы можем записать закон для ее сохранения. МGH плюс Q на E на H и все это равно MV квадрат пополам. Нас просят найти импульс, переданный пластине в момент удара. В момент удара мы можем считать систему шарика и пластины замкнутой. Действием сил тяжести и электрического взаимодействия мы можем пренебречь, так как их влияние за короткое время упругого удара будет очень маленьким по сравнению с силами упругости, возникающих при столкновении. В замкнутой системе суммарный импульс не изменяется. Значит, импульс, переданный пластине, равен импульсу, который потеряет шарик. Давайте запишем соотношение для изменения импульса шарика. Дельта P равно P2 минус P1. Направим ось координат по ходу движения шарика после удара и тогда запишем в проекции на эту выбранную ось то же самое соотношение. Дельта P равно 2MV. Мы получили систему уравнений, решив которую мы можем найти изменение импульса. Соответственно, вот она будет, наша система. И нам остается ее только решить. Давайте подведем итоги. Для решения задач по электростатике, подобных рассмотренным нами сегодня, нужно Знать Законы динамики Закон кулона Определение напряженности и потенциала электрического поля как силовой и энергетической характеристики поля Уметь Применять определение напряженности и потенциала электрического поля Определять эквипотенциальные поверхности заданного поля Понимать Электрическое взаимодействие подчиняется изученным нами ранее законам динамики На этом уроке мы изучили Работу электрического поля Потенциал и напряжение Теперь вы можете решать данный класс задач по электростатике На следующем уроке мы обсудим следующие темы Поведение проводников и диэлектриков во внешнем электрическом поле Конденсаторы Энергию электрического поля конденсатора На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание Работа по перемещению заряда на малом участке h малая равна А и т равно Ф и т на h равно К на дробь числитель которой К большое на К малое на h малое В знаменателе Р1 плюс и умножить на h в квадрате Работа на участке h большое равна сумме работ на каждом участке h малое Запишем это А равно Сумма от единицы до n А и т равно Сумма от единицы до n К К большое на К малое на h малое Делить на r1 плюс и то и на h в квадрате Равно К К К большое на К малое Сумма от единицы до n h делить на r1 плюс и на h Все это в квадрате Давайте воспользуемся приближенным равенством h делить на r плюс и h в квадрате Примерно равно Единица делить на r плюс и минус 1 умноженное на h Минус Единица делить на r плюс и h Но прежде чем применить это равенство, покажем, что оно справедливо Давайте приведем правую часть к общему знаменателю Единица делить на r плюс и минус 1 умноженное на h Минус Единица делить на r плюс и на h Равно Дробь, в числителе которой r плюс и умноженное на h Минус Скобка r плюс и минус 1 на h Скобка закрывается И в знаменателе Произведение двух скобок Первая r плюс и минус 1 умноженное на h И вторая r плюс и на h Давайте раскроем скобки Получим следующее В числителе r плюс и на h минус r минус и на h плюс h И в знаменателе Произведение двух скобок r плюс и на h минус h Первая И вторая r плюс и умноженное на h Все это равно h делить на r квадрат плюс и на h на r плюс и на h на r плюс и h в квадрате минус hr минус и h квадрат Заметим, что h пренебрежимо малая по сравнению с r величина И h не может считаться пренебрежимо малым, так как количество и участков h очень велико Поэтому в знаменателе мы можем пренебречь членами hr и показать, что и h квадрат равно и h умножить на h Таким образом, наше выражение примет следующий вид Дробь в числителе h в знаменателе r квадрат плюс 2 и hr плюс и h в квадрате И это все равно h делить на r плюс и h все это в квадрате Вернемся к нахождению работы Распишем выражение по полученной формуле А равно как у большого ку малая умножить на сумму от единицы до n И под суммой h делить на r1 плюс и h все это в квадрате Равно как у большого ку малая умножить на сумму от единицы до n В скобках Разность двух дробей Первая дробь Единица делить на r1 плюс и минус 1 умноженное на h Минус вторая дробь В числителе 1 в знаменателе r1 плюс и h Распишем эту сумму и получим К у большого ку малая равно Единицы на r1 минус единицы на r1 плюс h Плюс единицы на r1 плюс h Минус единицы на r1 плюс 2h Ну и так далее И последние два члена будут следующими Единица делить на r1 плюс n большое минус 1 на h И последний минус единицы делить на r1 плюс n большое h Таким образом, зачеркнув все подобные слагаемые, которые сокращаются, получим К у большого ку малая Скобка Единицы на r1 минус единица на r1 плюс h Ну и все это равно К у большого ку малая делить на r1 минус К у большого ку малая делить на r2 Предположим, что внутри шара потенциал отличается от потенциала на его поверхности В этом случае потенциальная энергия в разных точках отличалась бы И так как внутри металла есть свободные носители заряда Оля выполняла бы работу по перемещению их Электроны перемещаются в область большего потенциала И тем самым уменьшают его Таким образом, потенциал во всех точках приравнивается Давайте решим полученную систему Для этого подставим в первое уравнение значение потенциала φA и φB Из второго и третьего уравнений Запишем А равно К Ку1 делить на r Плюс К Ку2 делить на корень из r квадрат плюс r большой квадрат Минус К Ку1 Делить на r И минус К Ку2 делить на r И все это умножить на q И все это умножить на q Сократим подобные слагаемые И запишем то, что осталось К Ку2 Делить на корень из r квадрат плюс r большой квадрат Минус К Ку2 Делить на r И все это умножить на q Ну, теперь можем еще вынести К И q2 за скобку И получим окончательное выражение К Умножить на q2 Умножить на q Большое И умножить на скобку Единица На корень из r квадрат плюс r большой квадрат Минус Единица на r Давайте решим полученную систему Сначала запишем второе уравнение С учетом того, что потенциал шара равен нулю Тогда оно примет следующий вид К Умножить на q Шара Делить на r Плюс К Умножить на q Делить на r2 Равно нулю Тогда Заряд шара Будет равен Минус q На r И делить на r2 Из первого уравнения Так как потенциал шара равен нулю Можно сделать вывод, что дельта φ Равен потенциалу сферы Тогда третье уравнение Примет следующий вид Дельта φ Равно Минус К Умножить на q На r И делить на r2 Квадрат Плюс К К Делить на r2 Выразим отсюда r r Будет равно r2 Минус дельта φ Умножить на r2 Квадрат Разделить на kq И подставим численные значения И посчитаем ответ 0,1 Минус 90 На 0,1 В квадрате Делить на 9 На 10 Девятый Умножить на 2 И умножить на 10 Минус девятый Соответственно Все это Примерно будет равно 0,05 Метра Давайте решим полученную в задаче систему Сначала выразим из второго уравнения косинус альфа Косинус альфа равен mg делить на k Дельта l В первом уравнении неизвестен синус альфа Но мы можем выразить его через косинус, используя основное тригонометрическое тожество Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно единице Тогда синус альфа будет равен квадратному корню из единицы минус косинус квадрат альфа И все это равно квадратный корень из единицы минус mg делить на k дельта l Все это в квадрате Подставим в первое уравнение полученный синус и выразим разность потенциалов Дельта φ равно d на k на дельта l делить на q и умножить на синус альфа Подставив выражение для синуса альфа, получим Дельта φ равно d на k на дельта l делить на q умножить на квадратный корень из единицы минус mg делить на k дельта l И все это в квадрате равно d на k на дельта l делить на q к дельта l и умножить на квадратный корень из k дельта l Все это в квадрате минус mg все это в квадрате И все это равно d делить на q умножить на квадратный корень из k дельта l все это в квадрате минус mg все это в квадрате Давайте решим полученную систему. Сначала выразим скорость из первого уравнения. mv квадрат равно 2mgh плюс 2q на e на h. Выражаем отсюда v. v равно квадратный корень из 2gh плюс 2qgh делить на m. Теперь подставим это выражение для ΔP. ΔP равно 2m умножить на квадратный корень из 2gh плюс 2qeh делить на m. ΔP равно 2 на корень из 2mh и в скобках mg плюс qe. Остается подставить числа и посчитать ответ. ΔP равно 2 умножить на квадратный корень из 2 умножить на 0,02 умножить на 0,01 умножить на скобках 0,02 на 10 плюс 10-5 на 10 в четвертый. И все это примерно равно 0,07 кг на метр в секунду.